МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Глобальное потепление станет причиной каннибализма. Канадские ученые доказали, что повышение температуры приводит к желанию съесть себе подобных. Когда откроется сезон охоты на людей? В случае каннибализма они отмечаются в условиях катаклизма. Мусорные свалки в открытом космосе. Как на самом деле люди осваивают галактику? И кто будет делать генеральную уборку на внеземной орбите? Среди этих обломков, этого космического мусора, могут находиться замаскированные военные спутники-шпионы. Человечеству грозит киберапокалипсис. Новый компьютерный вирус Вона Край может проникнуть в любую цифровую систему на планете. Дневековый атлас оказался снимком со спутника. Ученые провели компьютерный анализ карты, созданной турецким генералом Ири Рейсом. Как исследователю 16 века удалось подняться на околоземную орбиту? Вот это вот заключение было сделано военными специалистами, военными картографами. Пирамиды – новое лекарство. Как древние сооружения могут спасти человечество от всех болезней? Модная тенденция или панацея? Что думает официальная медицина о древнем методе лечения? Далеко не каждая пирамида обладает чудесными свойствами. Искусство самати. Почему буддийские монахи живут сотни лет в состоянии сна? Рецепты тибетских лам. Как заснуть сегодня и проснуться в будущем? И вот как мы пронесем свое сознание упакованно, так мы будем либо вечны, либо переработку пойдем. Неизвестный русский язык. Почему жителю Вологодской области не нужен переводчик в Индии? И откуда в глухих русских деревнях появились знатоки священного индийского языка санскрита? Именно север Сакралия. На севере находится центр, Сакральный центр, духовный полюс мира. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Теплый климат – главная причина каннибализма. К такому сенсационному заключению пришла группа ученых из университета в Торонто. После проведения эксперимента на стрекозах, ученые выяснили, что чем выше температура воздуха, тем больше шансов быть съеденным представителями своего вида. Еще одним доказательством теории стал факт того, что все известные случаи каннибализма происходили на южных территориях. Чем грозит глобальное потепление земной фауне? Как оно повлияет на поведение животных? И сможет ли спровоцировать изменения в человеческой психике? Канадский исследователь Дэнн Старт больше 10 лет изучает глобальное потепление. На основе полученных данных ученые пытаются спрогнозировать влияние грядущих изменений климата на особей разного вида. Последние результаты, полученные Стартом, вызвали шок у миллионов людей. И вот он, сенсационный прогноз. Повышение температуры приведет к вспышке каннибализма. Поводом для столь смелого заключения стали результаты экспериментов Дэннона Старта. В качестве подопытных исследователь выбрал стрекоз. Дело в том, что эти насекомые к нам значительно ближе, чем может показаться. Во-первых, они быстро размножаются. Во-вторых, так же, как и человек, являются хищниками. И изменение температуры воздуха отражается на их поведении не меньше, чем на нас. Одни стрекозы лучше приспособны к улучшению температуры, а другие хуже. И вот у этих других проявляется вялость, падает темп движения. Ну и стрекозы, у которых ничего этого не произошло, воспринимают их просто как удобный объект для поедания. Исследователи заметили, в более тёплой среде стрекозы резко становятся агрессивными. Нагреваясь, их организм растёт быстрее и требует большего питания. Аппетит возрастает. Вместе с аппетитом растёт и конкуренция за еду. Именно в этот момент срабатывает закон природы – побеждает сильнейший. И таким образом более сильные особи начинают поедать тех, кто слабее. Это звучит шокирующе, но Дэнон Старт уверяет – людей ожидает та же участь. Действительно, случаи каннибализма, они отмечаются в условиях катаклизмов, в условиях действительно каких-то катастроф, да. И каннибализм становится в этом случае, по сути, одним из вариантов мародёрства. Если мы берём чужие вещи, чужую еду, почему бы нам и чужую жизнь не забрать, тем более, что кушать-то нечего. А тут, я повторяю, в человеке все нужные нам элементы, да ещё и в нужной пропорции. Учёные уверяют – глобальное потепление неминуемо. Климатологи уже разработали таблицу конца света – 6-градусный план повышения температуры мирового океана. С каждым новым градусом выжить на суше будет всё тяжелее. В тот момент, когда отметка поднимется до плюс 4 градусов, Азия и Центральная Европа превратятся в безжизненную пустыню. Запасы еды на Земле оскудеют. Но, возможно, человечеству всё-таки удастся избежать катастрофы. Ведь в 21 веке на проблему борьбы с глобальным потеплением и сохранение экологии планеты ежегодно тратятся миллиарды долларов. В это сложно поверить, но каннибализм существует и сегодня. Опасность быть съеденным есть у туристов, которые решат посетить юго-восточную часть Папуановой Гвинеи, в Северную Индию, где проживает колония каннибалов Западную Африку, Фиджи и Конго. Но самое удивительное, что риск оказаться в меню есть даже у тех, кто приедет в Бразилию. Несмотря на то, что племена людоедов в этой стране искоренили ещё в 60-х, низкий уровень жизни в трущобах иногда толкает людей на поедание себе подобных. В космосе появятся мусоровозы. Российские инженеры занялись разработкой первого космического сборщика мусора. Мало кто знает, но за время освоения внешнего пространства человечество умудрилось превратить околоземную орбиту в настоящую свалку. А недавно Пентагон заявил об обнаружении на орбите военных спутников, способных нанести ядерный удар. Аналогичные заявления звучали и со стороны европейцев. Но что это за спутники? Кому они принадлежат? И почему их решили выдать за космический мусор? По данным НАСА, на орбите Земли находится 7 тысяч тонн космического мусора. Это неисправные космические аппараты. Их фрагменты и случайные предметы, потерянные астронавтами. Особенно на первых порах, первых десятилетиях, так сказать, лишний ненужный материал просто выбрасывался в космос и становился космическим мусором. Его, так сказать, не везли обратно на Землю. Не нужно, отработано, значит, туда. До недавнего времени обломки космических кораблей не вызывали опасений. Исследователи космоса уверены, вероятность столкновения мусора со спутниками крайне мала. Куски маленькие, их на самом деле не так много. Ну, кусков больше 10 сантиметров в космосе летает порядка 220 тысяч. И 22 тысячи звучит, ой, это же много. А если на самом деле мы представим себе 22 тысячи кусков размером 10 сантиметров, это будет газель, загруженная банками. Все изменилось после того, как астрономы из Великобритании сделали сенсационное заявление. По их мнению, под видом космического мусора скрываются сверхмощные военные спутники с ядерным арсеналом. Космические агентства по всему миру уже несколько месяцев следят за передвижениями странных летающих объектов. Сначала их приняли за обломки орбитальной станции. Однако астрономов смутило, что движутся они не хаотично, а по определенной траектории. Военные предполагают, что среди этих обломков, этого космического мусора, могут находиться замаскированные военные спутники-шпионы, которые летают с разведывательными целями. Но это только предположения, те, которые выдвигают астрономы, потому что точно идентифицировать эти объекты на земной орбите пока еще не представляется возможным. Военные ведомства опасаются, что международные договоренности уже нарушены. Если в космосе действительно размещено ядерное оружие, то в любой момент может разгореться Третья мировая война. Да, было бы странно, что если бы космос оставался той единственной сферой, которую бы не прибрали к рукам военные, так как, в общем-то, это достаточно хороший стратегический плацдарм как для нападения, так и для ведения разведки. Впрочем, на сегодняшний день ни одна страна не призналась в запуске на орбиту таких спутников. Пока крупные мировые державы подозревают друг друга в подготовке ядерного удара, уфологи выдвинули собственную версию происходящих событий. По их мнению, то, что астрономы изначально приняли за космический мусор, на самом деле корабли инопланетян, причем пилотируемые. За это, говорит, недавние съемки в штате Кентукки, когда с помощью аппаратуры ночного слежения наблюдали связку из трех объектов. Главный аргумент уфологов – необыкновенная маневренность неопознанных объектов. Они развивают скорость до 72 тысяч километров в час и могут перемещаться вертикально. Земные материалы не способны вынести ничего подобного. По мнению уфологов, эти корабли используются для разведки, так как летают они в нижних слоях атмосферы. Много летательных аппаратов, которые вы не можете видеть своими глазами. Но приборы ночного видения подхватывают их. Есть одно специфическое НЛО, которое более популярно, чем любое другое. Это сфера. Она размером с маленькую мини-машину и вверху, на небе. И мы думаем, уфологи включая меня, что есть одна на каждые 10 миль по всей окружности Земли. Они наблюдают за нами все время. Версия уфологов имеет право на существование. Однако факты указывают и на другое. Одна из главных задач военных ведомств сегодня – это увеличение финансирования боевых операций в космосе. Недавно американцы создали беспилотный летательный аппарат, который эксперты уже прозвали ядерным орбитальным бомбардировщиком. В прессу просочилась информация о том, что этот аппарат уже запущен на орбиту. Но никто не знает, где именно он находится. Эксперты полагают, что лучшего прикрытия, чем космический мусор, не найти. Велика вероятность того, что крупные обломки неисправных кораблей используют как камуфляж. К тому же свалку на орбите никто не контролирует, так как считают, что она не представляет серьезной опасности. Пока что, так сказать, этим делом серьезно не занимаются. Хотя, вообще говоря, рассматривается вопрос, но это не применительно к космическому мусору, применительно к космическим объектам. Потому что вот астероиды, крупные метеориты, за этим надо следить уже, и они достаточно точно определены, так сказать. В последнее время в мире все чаще стали говорить о создании кораблей для сбора космического мусора. Но зачем собирать то, что якобы не представляет опасности? По мнению некоторых экспертов, на самом деле речь идет о запуске на орбиту так называемой техподдержки. Аппаратов для ремонта и дозаправки действующих военных спутников. А это значит велика вероятность того, что скоро космос перестанет быть мирным. Далее в программе. Террористы 21 века. Почему главными преступниками новой эры стали хакеры? Как с помощью одной кнопки можно превратить домашний телевизор в бомбу? И почему современное человечество оказалось под угрозой киберапокалипсиса? На очень профессиональный троян надели хвостик и запустили. Шокирующая находка. Снимки Земли с околоземной орбиты родом из Средневековья. Как турецкому генералу Пири Рейсу удалось создать атлас в точности повторяющей снимки со спутника? И почему на этой карте у Антарктиды нет ледяной шапки? В то время там был равномерный тропический климат. Озера были заросшие лотосом белым благоуханной. Пирамидальная вода – модный тренд или лекарство от всех болезней? Как получить живительную влагу? И откуда у древних цивилизаций появился рецепт живой воды? Если результаты подтвердятся, пирамиды, как целебное средство, составят серьезную конкуренцию фармацевтическим фирмам. Искусство самати – почему буддийские монахи живут сотни лет в состоянии сна? Рецепты тибетских лам – как заснуть сегодня и проснуться в будущем? И вот как мы пронесем свое сознание упакованно, так мы будем либо вечными, либо в переработку пойдем. Вологодские индусы или индийские русские? Почему жители глухих российских деревень говорят на священном индийском языке санскрите лучше самих индусов? Фактически полностью был утерян на территории Индии, и тут он абсолютно спокойно живет на территории Вологодской области. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Антарктиду безо льда видели в 15 веке. В это сложно поверить, но на средневековом атласе, найденном археологами в Стамбуле, материк изображен цветущим. Карта турецкого адмирала Пирирейса была найдена в 1929 году в султанском дворце Табкапы. На ней четко видна береговая линия Антарктиды. И эти очертания детально совпадают с теми, что мы можем видеть на современных картах. Самое удивительное, что этот материк будет открыт лишь в 19 веке. И с этого момента он известен человечеству как практически безжизненный ледник. Что это? Ошибка картографа? Откуда средневековый военный смог узнать о существовании Антарктиды? Долгие годы ученые безуспешно пытались найти объяснение феномену атласа Рейса. И кажется, именно сегодня исследователи из Великобритании нашли ключ к разгадке. Какие тайны раскрыла средневековая карта? Карта Пирирейса – это снимок из космоса, сделанный 20 тысяч лет назад. Именно к такому выводу пришел британский ученый Грэм Хэнкок после многолетнего исследования средневекового атласа. Но как это возможно? Грэм Хэнкок был первым, кто заметил удивительное сходство карты Пирирейса с космическими снимками Гугл. После тщательного анализа его предположения подтвердили и другие ученые. Такая проекция карты должна была делаться с высоты спутниковой. Вот это заключение было сделано военными специалистами, военными картографами. Первое, что привлекло внимание Хэнкока – это необыкновенно точные очертания материка. Удивительно, но компьютерный анализ показал, что контуры Земли относительно параллелей и меридианов отражены с точностью до миллиметра. А ведь подобные расчеты в 15 веке были просто невозможны. Здесь мы видим восточное побережье Южной Америки, относительно западного побережья Африки. И внизу на юге можно увидеть земли, которые являются Антарктидой. Наша цивилизация не была способна измерить долготу до конца 18 века. Именно поэтому многие мореплаватели садились на мель, сами того не ожидая, потому что их расчеты оказывались неверными. Но, как ни странно, на этой более старой карте долгота указана довольно точно. Как иначе это можно объяснить, кроме как наследием более ранних картографических традиций? Еще одним доказательством того, что возраст источника Фрейса уходит в глубокую древность, стало само изображение загадочного материка. Напоминаем, средневековый атлас показывает Антарктиду, как цветущий оазис, а не безжизненный ледник. Откуда Пири Рейс мог узнать, как выглядит материт без ледовой шапки? По данным ученых, в последний раз Антарктида лишалась ледяного покрова 20 тысяч лет назад. Но кто мог в это время не просто нанести на карту ее очертания, а сделать настоящий снимок с околоземной орбиты? В то время там был равномерный тропический климат. Озера были заросшие лотосом белым благоуханной, и примерно так же, как сейчас происходит в Камбодже, в Таиланде и в других тропических странах. Из записей, найденных во дворце Тапкапы, известно, что для создания своего труда Пири Рейс использовал несколько источников. Большая часть из них относится к эпохе Александра Македонского, то есть 4 веку до нашей эры. Но также он упоминает некий древнейший атлас Портулан – морскую карту с обозначением Портов. Выглядел он как сильно обгоревший кусок крепкого пергамента с невероятно точным изображением южных морей и континентов. Традиция карт Портуланов берет свое начало из работ Марины Тирского, предшественника Птолемея, возможно, благодаря Птолемею, хранившейся в Александрийской библиотеке. Когда та сгорела, некоторые карты попали в Константинополь. Несмотря на поражающее воображение источник, знаний Пири Рейса не хватило для создания точной копии бесценной карты. При переносе трехмерного рисунка Рейс допустил ошибки. Пири Рейс знал только плоскостную карту. А для того, чтобы сферическую карту перевести в плоскостную, это надо знать сферическую геометрию. Так как, естественно, Пири Рейс это не знал, вот и получились такие ошибки в карте. Но если в 15 веке опытному адмиралу-картографу оказалось не под силу сделать копию более древнего атласа, то кто создал первоисточник? Какая цивилизация 20 тысяч лет назад смогла подняться на околоземную орбиту и создать сферическое изображение, полностью отвечающее всем законам геометрии? Если верить официальной науке, таких возможностей до 60-х годов прошлого века у человечества не было. В 1800 году на этой карте из России Антарктиды нет. Ранние карты-источники принадлежат древним цивилизациям, тем, что имели технологии для исследования всего земного шара и для его математического картографирования. Такие технологии, которые мы сегодня можем считать очень утонченными. Вот что доказывают эти карты. Согласно историкам, 20 тысяч лет назад люди находились на своем начальном уровне развития. А значит, ни о каких полетах в космос и создании сферических карт говорить не приходится. Однако Грэм Ханкок не исключает, что древнейший атлас – не что иное, как еще одно подтверждение. Наши предки контактировали с пришельцами. А значит, первоисточником карты Пири Рейса мог стать атлас, подаренный представителями других планет и галактик. Но по последним данным, в мире существует более тысячи артефактов, свидетельствующих о встрече с инопланетной цивилизацией. Изображения людей в скафандрах и летательные аппараты, найденные в индийской провинции Чарама. Знаменитые статуэтки Догу напоминают собой современных космонавтов, а надгробная плита, обнаруженная в гробнице Майя, рассказывает об устройстве инопланетного корабля. Может ли первоисточником карты Пири Рейса оказаться космический снимок, сделанный 20 тысяч лет назад? В это сложно поверить, но я бы не стал отвергать такую гипотезу. Далее в программе. Террористы 21 века. Почему главными преступниками новой эры стали хакеры? Как с помощью одной кнопки можно превратить домашний телевизор в бомбу? И почему современное человечество оказалось под угрозой киберапокалипсиса? На очень профессиональный троян надели хвостик и запустили. Пирамидальная вода – модный тренд или лекарство от всех болезней? Как получить живительную влагу? И откуда у древних цивилизаций появился рецепт живой воды? Если результаты подтвердятся, пирамиды, как целебное средство, составят серьезную конкуренцию фармацевтическим фирмам. Искусство самати. Почему буддийские монахи живут сотни лет в состоянии сна? Рецепты тибетских лам. Как заснуть сегодня и проснуться в будущем? И вот как мы пронесем свое сознание упакованно, так мы будем либо вечной, либо в переработку пойдем. В вологодских деревнях жители говорят на сакральном языке индусов. Откуда в русской провинции появились знатоки санскрита? И почему жители мегаполисов не поймут Волокжан без переводчика? Санскрит необыкновенно похож на древнеславянские языки. Поддержи, склонения, особенно численность. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Пирамидотерапия захватывает мир. В форме пирамид строят крышофисных зданий и музеев, теплицы и беседки. Однако, по мнению исследователей, не все они обладают целебной силой. Эталоном принято считать пирамиду Хеопса. Это самая большая и древняя пирамида на плато Гиза в Египте. У каждого строения есть своя формула. Самое важное – это пропорции. Здесь особое значение имеет соотношение высоты пирамиды к сторонам ее основания. Что такого необычного в пирамидах? И правда ли, что эти сооружения способны заменить собой сотню лекарств и десятки лечебных процедур? Пирамиды могут лечить порядка 30 болезней. От банальной простуды до онкологии. К таким выводам пришли немецкие ученые, которые еще до войны начали изучать феномен пирамид. Исследования велись под грифом «Совершенно секретно». И только сейчас их результаты стали доступны общественности. Как известно, немцы очень пунктуальны и дотошны в своих исследованиях. Меня поразил масштаб этих исследований. Естественно, выводы следует перепроверить. Но если результаты подтвердятся, пирамиды, как целебное средство, составят серьезную конкуренцию фармацевтическим фирмам. Немецкие исследователи утверждают, что человек, помещенный в пирамиду, выздоравливает в три раза быстрее. Красные тельца крови становятся подвижней. Происходит омоложение организма. Поэтому раны заживают в пять раз быстрее обычного. Продукты в пирамидах тоже не портятся гораздо дольше. Но самые любопытные метаморфозы происходят с водой. Мы считаем, что существует способ наполнить воду энергией. Возможно, для этого требуются электроды, катоды или электролиты. А может, применялся другой способ. С помощью него не только наполняли воду энергией, которую мы называем молоком Земли, что мы называем энергией, связанной с электрификацией воды и ее структуризацией. Но также она может быть связана с другим аспектом – водородным газом. Исследователи говорят, что обычная вода, постояв в пирамиде хотя бы полчаса, приобретает свойство живой. У нее повышается ионизация, заряд становится отрицательным. Такая жидкость буквально напитывает организм энергией. А вот вода, которая скапливается в резервуарах под пирамидами, имеет свойство мертвой. Она становится уникальным антисептическим препаратом. Во время Великой Отечественной войны немецкий врач-садист Йозеф Менгеле проводил операции с такой водой. Выяснилось, что число пациентов, которые пошли на поправку, было на 60% больше, чем с традиционными антисептиками. Высокая эффективность воды из пирамид связана с насыщением их водородно-кислородным газом. Я его так называю. До того, как скопится в подземном резервуаре, вода проходит сквозь раскаленный песок через гранитные туннели и конденсируется под сводом пирамид. Воздействие солнечных лучей и гладкого гранита обуславливают ионизацию воды и ее стерильность. В архивах есть записи, что немцы пытались выяснить, какие пирамиды наиболее эффективны. Сравнивали египетские с золотым сечением, готические и пирамиды без конической верхушки, как у латиноамериканских народов. Выводы оказались весьма любопытными. Далеко не каждая пирамида обладает чудесными свойствами и не с каждой пирамидой вы можете заряжать воду или не только воду, а какие-то другие предметы. Для того, чтобы все получилось, пирамида должна соответствовать принципу золотого сечения. То есть это 1,6. Доктор Осмонажич открыл миру боснийские пирамиды. Он заметил симметрию, с которой эти сооружения расположены на планете. Это стало импульсом для их всестороннего анализа. Ученые измерили оригинальное энергетическое поле Земли и энергию, производимую пирамидами. Невероятно! Но пирамиды оказались огромными усилителями энергии. После этого Сэм Осмонажич сравнил основные характеристики древних сооружений и современных ретранслирующих устройств. Что мы делаем в современном обществе? Мы используем плохие частоты. 220 вольт в наших электрических приборах, 0,9 гигагерца в наших мобильных телефонах, 2,4, 3 или 4 гигагерца в наших компьютерах и Wi-Fi. И эти частоты очень вредны для нашего тела и общества. Получается, древние строители умнее нас. Люди по всему миру проверяют целебную силу пирамид на себе. Особенно пирамидотерапия популярна на Западе. Люди лечат нервные расстройства, гастриты, бесплодие. И пусть механизм воздействия на организм до конца непонятен, результат говорит сам за себя. Какая разница, как это работает? Если пирамиды помогают, значит, надо их использовать. В буквальном переводе с древнегреческого пирамида – пламя внутри. Значит, греки знали, что имеют дело с энергетическими установками. Возможно, это еще один аргумент в пользу новых архитектурных решений. И не исключено, что строительство в форме пирамид действительно войдет в моду. Это статуя сидящего Будды. Поза, в которой сидит божество, называется полный лотос. И согласно учению, именно в таком положении монах может достигнуть полного просветления, получив контроль над своим телом, временем и пространством. Это состояние у буддистов называется самадхи. И оно – настоящая загадка для ученых. Недавно в Монголии было обнаружено нетленное тело монаха Царджу Санджава. Он медитирует вот уже 75 лет, и хотя монах не подает признаков жизни, по результатам исследований, тело его остается теплым и продолжает функционировать. Неужели буддистские монахи нашли рецепт бессмертия? И применимы ли эти знания к обычным людям? Летом 2015 года полиция Улан-Баттера заметила странного господина. Он предлагал состоятельным клиентам тело буддистского монаха-созерцателя. Как оказалось, тело монаха он выкрал в одной из пещер Монголии. Невероятно! Тело в позе лотоса сохранилось в идеальном состоянии. Им оказался Царджу Санджаву. Ученым удалось провести экспертизу одного из так называемых нетленных лам. Они были удивлены, потому что физико-механические процессы фактически продолжали жить в теле человека. Хотя казалось бы, что жизнь физическая, она должна была уже давно закончиться. Результаты исследования тела ламы поражают. Белок имеет прижизненные характеристики. Трупный запах отсутствует. Человек как будто погрузился в глубокий сон. Однако заслуженные российские врачи уверены, что лама физически мертв. Температура его тела ниже 20 градусов. А это абсолютный признак смерти. Другой долгожитель, хамбо лама и тигелов, одна из главных достопримечательностей иволгинского дацана. Чтобы ему поклониться, в Бурятию приезжают десятки тысяч буддистов. И тигелов сидит в позе лотоса как спящий и не реагирует на внешние раздражители. У него до сих пор растут волосы и ногти. Буддисты не сомневаются, что хамбо лама отдыхает и скоро вернется. Да, они выходят за пределы сонцарной, но не достигли просветления, потому что для того, чтобы достичь просветления, нужно достичь всеведения. И в их уме остались тончающие уровни препятствий достижения всеведения. Так в чем же источник вечной жизни буддистских лам? Исследователи обнаружили в тканях и тигелова завышенное содержание брома. Именно этот элемент не позволяет телу разлагаться. Специалисты выдвинули сенсационную версию. При жизни лама ел продукты с содержанием брома, такие как горох, бобы. А духовные практики позволили ему особым образом запрограммировать свой организм. И если раньше и тигелов считался феноменом, то второе обнаруженное тело ламы лишь доказало, тибетские монахи действительно разгадали тайну бессмертия. Это, так сказать, просвещенные века в 18-19 веке появлялись записи. Вдруг, значит, обнаруживали каких-то людей. Почему ламы могут годами медитировать и затем просыпаться? Исследователи мозга открыли новый вид нейронной деятельности. И этот пока что малоизученный механизм может пролить свет на тайну тибетских спящих святынь. И в этот момент физико-механические процессы в организме, они продолжают протекать только в более замедленном процессе. На данный момент в Монголии и Бурятии в состоянии самадхи находятся 40 монахов. Современные технологии позволяют изучать феномен, не мешая медитации. Ученые продолжают пристально следить за уникальными людьми, чтобы использовать полученные данные для продления жизни каждого из нас. Далее в программе. Террористы 21 века. Почему главными преступниками новой эры стали хакеры? Как с помощью одной кнопки можно превратить домашний телевизор в бомбу? И почему современное человечество оказалось под угрозой киберапокалипсиса? То есть на очень профессиональный троян надели хвостик и запустили. Незнакомый русский язык. Вологодское наречие родом из индийских храмов. Кто научил вологжан говорить на древнем языке бракманов? Почему в самой Индии сакральным санскритом владеют лишь единицы? Что роднит нашу Вологду с таинственным краем йогов и монахов? И какие тайны нашего прошлого сокрыты в словах, которыми мы пользуемся каждый день? У нас пять, у них пятых. И вот эти совпадения необыкновенно просто подсказывают нам, что это был древний язык происхождением с наших территорий. В эфире загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Весной этого года на свет выпыл червь, о котором тут же заговорили во всем мире. Он парализовал работу правительственных учреждений более чем 20 стран, вывел из строя медицинское оборудование и ограбил тысячи жителей планеты. Этот червь вредоносная компьютерная программа, которую фактически смастерили на коленке. Имя угрозы Wanna Cry, что в переводе означает плакать хочется. И она действительно привела в неописуемый ужас многих. Правда, эксперты по компьютерной безопасности утверждают, что бояться нужно не эту программу, а то, что за ней скрыто. И многие всерьез заговорили о надвигающемся киберапокалипсисе. Массовое распространение вируса началось 12 мая 2017 года. Одними из первых червь Wanna Cry атаковал компьютеры в Испании. Затем вредоносная программа распространилась и на соседние страны. За несколько часов она захватила всю Европу и Азию. Я вот буквально недавно встречался со своими коллегами из Германии в Берлине и у них тоже целый ряд государственных институтов, включая немецкую железную дорогу, например, подвергся атакам этого вируса и были заражены в том числе и билетные терминалы железнодорожные и ряд других крупных компаний Германии также были подвержены атаке этого вируса. Лидерами по количеству зараженных систем оказались Россия, Украина и Индия. По мнению экспертов, виной всему несовершенство антивирусных программ, которыми пользовались жертвы атаки. В общей же сложности за несколько дней от червя пострадало более 470 тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира. Не начало апокалипсиса, это маленькая видимая часть апокалипсиса, которая уже идет. Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович уверен, новый компьютерный черт не самая страшная угроза, хоть этот вирус и доставил массу проблем. Изучив внимательно код вредоносной программы, эксперты хором заговорили, это обманка, способ отвлечь внимание от более глобальной угрозы. Обратите внимание, во многих серьезных министерствах одни сервера пострадали, а другие нет. А те министерства, у которых были действительно серьезные данные, не пострадали вообще. Например, в России не пострадал ни один сервер в Министерстве иностранных дел. И вот это кажется более страшным. Это значит, что параллельно с троярного на край, который безобидно там что-то шифрует, что-то вымогает, сейчас ползают другие трояды в неизвестном количестве и лазят куда не надо. Когда паника вокруг червя немного улеглась, эксперты по кибербезопасности выяснили, новый вирус состоит из двух частей. Первая это программа взломщик. Написать такую труднее всего. Она должна уметь находить уязвимости в программном обеспечении системы и незаметно туда встраиваться. Сам хвостик уже вредоносный написать легко. То есть если у меня есть сложная часть трояна, которая лезет куда не надо, то написать к ней что-нибудь, что свинячит, вымогает деньги или шифрует файлы, или просто стирает диск, это очень нетрудно, это могут сделать и пацанеты, что они и сделали. То есть на очень профессиональный троян надели хвостик и запустили. Судя по тому, что это был детский сад, одно из косвенных свидетельств заработали 40 тысяч, а не миллионы. вот хотя могли бы заработать гораздо много. Каково же было удивление профессиональных программистов, когда они выяснили, что та самая сложная часть вируса, которая внедряет его в системы, разработана в одном из подразделений Агентства национальной безопасности США. Он назывался Дабл Пульсар. И это уже не было похоже на баловство обычных хакеров. Самые страшные опасения экспертов в области кибербезопасности подтверждались. Обыватели уже и не вспомнят, но профессиональные программисты тут же связали эту историю с недавней громкой утечкой данных из секретных лабораторий американских спецслужб. Началось все примерно полгода назад, когда в сети был выложен ряд абсолютно убийственных уязвимостей, абсолютно убийственных средств эксплуатации этих уязвимостей от некой хакерской команды, которая называет себя шедоу-брокеры, с заявкой на то, что у них есть еще более серьезные вещи, и что якобы эти вещи были украдены у некой суперсекретной, суперсерьезной спецслужбы. Секретные файлы группа хакеров похитила у агентства национальной безопасности США. Речь шла о неких кодах к оружию седьмого поколения. Если верить группировке киберзломщиков, оно способно без единого выстрела уничтожить целые государства, вывести из строя все коммуникации и разрушить предприятия до основания. Существует такое понятие, как критически важные информационные сегменты, которые контролируют критические объекты инфраструктуры, такие как энергосистему, водоснабжение, крупные транспортные узлы, аэропорты, железнодорожные станции, различные предприятия, которые представляют повышенную техногенную угрозу, такие как атомные станции, химические комбинаты, и потенциальные злоумышленники, потенциальные кибертеррористы могли бы атаковать подобные критически важные информационные сети и таким образом приводить, что могло бы привести к разнообразным техногенным катастрофам с тяжелыми последствиями. Долгое время это считалось научной фантастикой. Пока совсем недавно группа хакеров не продемонстрировала киберапокалипсис на уменьшенной модели города. За 30 минут программисты смогли вывести из строя все, что управляется дистанционно. Светофоры, железные дороги, камеры слежения, котельные, дамбы и даже атомную электростанцию. Сегодня они это проделали на макете. Но уже завтра все это может стать нашей реальностью. Резинка в том, что когда строится этот макет, все его компоненты управляются настоящими программами, ровно теми же, которыми управляются настоящими. То есть, если хакер ломает стрелку на этой игрушечной железной дороге, пускает поезд под откос, то точно тот же хакер с тем же ноутбуком, подойдя к управлению стрелкой настоящей железной дорогой, пустит под откос настоящий поезд. И взламывающая часть нового червя это практически универсальная отмычка ко всему, что управляется электроникой. С ее помощью можно внедриться в интернет-пространство любой страны и вызвать настоящий апокалипсис. Но самое страшное это оружие нового поколения, которое уже стоит на вооружении ряда стран. опасный антивирус разрабатывается в спецслужбе невероятность правдов. Согласно данным отчета крупнейшей американской аналитической компании Гартнер, которая обслуживает правительство США, количество используемых в мире компьютеров уже превысило отметку в 1 миллиард. Это значит, что у каждого седьмого жителя нашей планеты есть устройство, способное выходить в интернет. А теперь представьте, что будет, если хотя бы сотую часть компьютеров взломать и объединить в единую боевую сеть, это может закончиться настоящей катастрофой. А что, если ОНБ уже давно есть вирус, способный на такое? И что, если этот вирус уже у вас дома? Чуял по сени совстани проведенное то, шо пекло. Слышал три дня назад, с утра солнце совсем не грело. Что это за язык? Не поверите, русский. Точнее, северо-русский. На нем до сих пор говорят в Вологодских деревнях. Но, что самое удивительное, наш Вологодский говор можно встретить еще и на севере Индии. Только там на нем скорее заговорит Брамин, чем деревенская бабушка. Откуда в Индии в Алакжане? Что объединяет бабушек и брахманов? И почему сакральный язык индусов сохранился в российской глубинке? Санскрит, язык, которым написаны древние индийские веды Махабхарата, произошел от русского. К такому выводу пришли современные лингвисты. Первым об этом заговорил знаменитый индийский ученый Дурга Шастри. В 60-х он приехал на конференцию в Вологодскую область и просто не поверил своим ушам. В течение трех дней своего культурного пребывания там он решил просто отказаться от переводчика. Потому что он обнаружил, что говор местных жителей, вологодский говор, это чуть-чуть искаженный санскрит. Для него это был абсолютный шок. Причем санскрит был, то есть фактически полностью был утерян на территории Индии, и тут он абсолютно спокойно живет на территории Вологодской области. Почему это открылось только сейчас? Дело в том, что санскрит уже несколько веков считается мертвым языком. В Туре. Но как люди, находящиеся за пять тысяч километров друг от друга, с разной культурой, могут общаться без переводчика? Лингвисты и прежде сомневались в том, что родина санскрита север Индии. Но последние открытия в корне меняют представление о происхождении языков не только Азии, но и Европы. Санскрит, он изначально лег в основу самой идеи индоевропейских цивилизаций, индоевропейских языков, потому что вдруг неожиданно, когда в первый раз западные ученые натолкнулись на санскрит, они увидели, что он что-то очень напоминает западные языки. Это невероятно, но возможно, что все языки Европы, Азии и Африки произошли от древнеславянского. Да-да, именно так. Это сегодня француз не понимает бельгийца, а сириец-афганца. Но на заре человечества все было иначе. После потопа осталась кучка людей, которая пришла с севера. По нынешним исследованиям это Вологодская область. Это территория современной России, которая от потопа не пострадала. Говорили они все на одном языке, бариальном. Бариальный – это название северного ветра, барей. А вот еще одно доказательство – ветхозаветное предание о Вавилонской башне, той, что должна была сравнять человека с Богом. В нем говорится, что все жители Земли говорили на одном языке, пока Господь не наказал их за гордыню и не разделил на разные народы. С научной точки зрения язык – это изначально живая субстанция. Он постоянно меняется. Живой пример – современный сленг подростков. Сколько слов в их диалогах представителям старшего поколения кажутся абсолютно бессмысленными. Каким образом получилось, что это все сохранилось у индусов? Ну, видимо, они просто бережно относились к своим своим национальным традициям и, несмотря на появление у них альтернативного религиозного учения под названием буддизм, они, тем не менее, фактически в большинстве своем сохранили приверженность старым традициям, что, собственно, помогло все эти источники сохранить. Выходит, что санскриту просто повезло. Для жителей Индии этот язык стал сакральным, ведь само слово санскрит значит «совершенный», а потому его особенно берегли и он смог пережить тысячелетия без изменений. Вообще в Индии север сакрализован. Вот, допустим, именно север является вратами в рай. Именно север сакрален. На севере находится центр, сакрален центр, духовный полюс мира. По статистике 2013 года на санскрите в Индии говорят лишь 14 тысяч человек. И это из одного миллиарда 306 миллионов 700 тысяч жителей. Если принять Вологодский диалет за один из вариантов санскрита, то на сегодняшний день на территории России знатоков сакрального индийского языка окажется почти в два раза больше, чем в самой Индии. Мир полон тайн. И каждый раскрытый секрет еще один шаг на пути к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин и это были Загадки человечества. Встретимся завтра в это же время. Продолжение следует...